В первую очередь хочу выразить благодарность оргкомитету, в частности Вере Исааковне, за любезное приглашение меня в Санкт-Петербург. Здесь я неоднократно выступал в основном в кардиологических конференциях, в конгрессе МЧС, здесь есть крупная больница, они проводят ежегодно в апреле месяце. Вот на форму онкологов я впервые выступаю. Ну и тема у меня такая, что здесь больше получается аналитическое мышление, нежели фактов, поскольку тема очень амбициозная, но материалов не так много. Итак, вот мой доклад называется «Среднесосудистые онкологические заболевания. Общие факторы риска». Ну, как сказала Вера Исааковна, я представляю старейший институт российский, советский профилактической медицины Москва. Конфликта интересов у меня нет. Итак, уважаемые коллеги, я вам представляю прогноз Всемирной организации здравоохранения. Какая тенденция ожидается в ближайшие 20 лет? Ну, здесь видите, здесь есть сравнительные, скажем, две шкалы. В одной шкале данная 2000 года, вторая шкала 2050 года. Мы с вами видим, что в процентном соотношении доля лиц более молодого возраста в 2000 году преобладает. А в 2050 году мы с вами видим, что в связи с увеличением продолжительности жизни мужчин и женщин доля лиц пожилого возраста, старческого возраста увеличивается. Ожидается увеличение ее. Это, конечно, замечательно. Почему? Потому что у нас одна жизнь. Мы не знаем, с того света еще никто не вернулся. Поэтому мы должны жить именно в этой жизни долго, качественно и счастливо. Поэтому это, конечно, хорошо, здорово. Но, с другой стороны, мы с вами знаем, что возраст является одним из факторов риска развития всех хронических инфекционных заболеваний, или, давайте я назову их, социально значимых заболеваний. То есть с возрастом вероятность всех этих заболеваний увеличивается. Структуру смертности взрослого населения России, я думаю, что Академик Каплин вчера представил, наверное, в пленарном заседании подобный структурный слайд. Этот слайд ничем не отличается оригинальностью. Но, тем не менее, позволю себе вам представить, что все же на первом месте структура смертности взрослого населения. Первое место занимает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Второе место занимает это онкологическое заболевание. Но, видите, разрыв между ними довольно большой. 53% это смертность обусловленной сердечно-сосудистыми заболеваниями. 15% это онкологическое заболевание. Конечно, это, может быть, с одной стороны, хорошо, что вот это драматическое заболевание онкологическое, которое, в общем-то, довольно имеет такую драматическую клиническую картину, не имеет, к счастью, такой высокую распространенность. Но в Европе другая тенденция. В Европе сейчас на первый план выходит онкологическое заболевание. Почему? Потому что, видимо, научились управлять сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, соответственно, видите, уже онкологические заболевания выходят как конкурирующие заболевания на первом месте. Будет ли в России такая тенденция? Ну, здесь должно быть какое-то чудо. Чудо в том, что мы должны так хорошо научиться заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, лечить больных сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы снизилась эта смертность. И, с другой стороны, у нас должны быть такие хорошие технологии, чтобы онкологическое заболевание могли бы выявить так, как это требуется. И, соответственно, может быть, такая тенденция будет или какие-то изменения. Но в России ближайшие, я думаю, что 10, 20, 30 лет такое соотношение будет соблюдаться. То есть, опять же, здесь должен быть какой-то прорыв, чтобы вот это изменилось. Вряд ли в России в ближайшее время онкологические заболевания выйдут на первое место. Может быть, это даже хорошо. С другой стороны, смотрите, уважаемые коллеги, динамика общей смертности Российской Федерации за последние 20 лет. Мы с вами знаем, что, четко знаем, что смертность – это вот такой интегральный такой показатель, на который влияет не только, скажем, наличие заболевания, но и множество факторов риска. И одним из первых является социально-экономическая ситуация в стране. Почему я подчеркиваю? Потому что я здесь, к сожалению, не представляю эту динамику. Когда был развал Советского Союза, смертность резко увеличилась. И вот дальше несколько лет она держалась. Почему? Потому что был экономический кризис, стресс и т.д. Это, безусловно, влияет. Если кто-то скажет, что эти факторы риска ни на что не влияют, у нас все замечательно, у нас народ очень выдержанный, скажем, мы, как говорится, две войны выиграли, соответственно, и это на самом деле не так. Естественно, социально-экономическое состояние ситуации в стране имеет большое влияние на динамику смертности. Но мы с вами видим такой осторожный оптимизм в плане снижения. Конечно, нельзя говорить однозначно, что все так замечательно снижается, прямо вот можем радоваться. Но есть какая-то тенденция. Но, с другой стороны, если будем сравнивать с Западной Европой, у нас снижение смертности выше на 119%, по сравнению с Восточной Европой, где-то на 28%. Ну, вот такая ситуация на сегодняшний день в Российской Федерации. Уважаемые коллеги, Вера Исаакиевна уже анонсировала. Я понимаю, что для практических врачей, для клиницистов слово профилактика не всегда приемлемо. Почему? Потому что к вам приходят пациенты. Я сам очень долгое время работал в системе 4-го управления, потом в Российской Академии наук, и до того, как на нашей средстве работал. Я, естественно, очень психологию, врача я хорошо знаю. Тогда, когда к вам поступает пациент, мы должны этого пациента лечить, а не думать о высоких идеалах, профилактиках и т.д. Потому что пациент, тогда, когда у него есть осложнение, не готов к таким высоким идеалам. Конечно, мы какие-то окустные рекомендации даем. Но, тем не менее, наше заболевание, и онкологическое заболевание, и сердечно-сосудное заболевание требуют глобальной стратегии. Поэтому хотим этого, не хотим этого. Есть у нас время для этого, нет у нас времени для этого. Есть объективные данные. Это профилактика, стратегия профилактики. И так непроизвольно возникает вопрос концепции фактора риска. Концепция фактора риска является наушной основой профилактики социально-сосудных заболеваний. Первичные эти заболевания неизвестны. Однако выявление факторов способствующих развитие прогрессивное, конечно, очень нужно. Потому что мы не знаем причины ни онкологических заболеваний, ни сердечно-сосудных заболеваний. Можем предположить, но однозначно причин нет. Если бы была причина, давно-давно уже нашли бы и лечение. Поэтому, собственно говоря, концепция фактора риска сейчас имеет очень важное значение. Ну, не мне вам об этом говорить, но тем не менее, я для общего обзора представлю, что на сегодняшний день есть более чем 200 факторов риска, которые способствуют развитию социально-сосудных заболеваний. Среди них есть те факторы риска, на которые пока что мы не можем воздействовать. Это пол, возраст, наследственность. Ну, есть всякие там модные программы, там антиэйдж, такие всякие там другие. Но это всего лишь, как бы, скажем, наше стремление изменить чего-то. Но в целом, как говорится, биологические законы никто еще никогда не отменил. И вряд ли мы можем их победить в ближайшее время. Но зато есть другие модифицируемые факторы риска, которые делятся на три категории. Социально-поведенческие, биологические и окружающая среда. Они способствуют развитию не только ищемискобаевого сердца, не только инсульта, но и онкологических заболеваний, диабета, остеопороза, ожирения, отравления, травмы. То есть у нас есть возможность воздействовать на модифицируемые факторы риска и каким-то образом повлиять на заболеваемость и на смертность. Уважаемые коллеги, я не хочу быть как бы голословным. Я хочу вам показать реальную картину распространенности факторы риска в взятом городе Российской Федерации. Это исследование, которое я сам, собственно говоря, планировал. Исследование называется Прима. Это Приволжско-федеральный округ, город Чебоксары. Вообще, это эпидемиологическое исследование. Когда мы проводим какое-то исследование среди пациентов, про частоту, про распространенность говорить не совсем правильно. Эпидемиологическое исследование нам позволяет определить частоту тех или других заболеваний факторов риска. Потому что это случайно выборка. То есть только такие подобные исследования могут нам позволить говорить о том, что какая распространенность популяции отдельно взятым городом, в целом популяции тех или других заболеваний. Вот, собственно говоря, мы сделали это исследование. И для проведения таких исследований обязательно должны быть участвовать такие города, где есть хорошая дисциплина. Вот Чебоксары, Ваши Приволжско-федеральный округ, у них эти, скажем, советская закалка еще работает. То есть если батя сказал, значит все должны прийти. В Москве, в Санкт-Петербург это делать невозможно. Потому что если мы даже пациентам скажем, что все, для вас бесплатно приходите, респонс будет максимум 30-40%. Это как выборы. В больших городах мотивации никакой нет. Поэтому в таких городах, где еще советская власть еще какие-то рудименты свои сохранила, соответственно, здесь можно проводить такие исследования. И вот, естественно, с помощью администрации Чувашской Республики мы провели такое исследование. 1800 человек, мужчины и женщины, трудоспособный возраст, 30-69 лет. Давайте посмотрим, какая распространяется фактор риска. И почему у нас высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний. На пустом месте ничего не бывает. Мы с вами прекрасно знаем. Верий Саков нам об этом сказал, что есть так называемый континиум для социально значимых заболеваний. И сердечно-сосудистых заболеваний, и онкологических заболеваний. Смотрите, курение 45%, заупотребление алкоголем 28%, хроническое средство подвержено 40% горожан. Это не пациенты, это люди, которые себя считают вполне здоровыми. Артериальная гипертония страдает 25%, но это не совсем объективная информация, потому что в целом по России распространенность гипертонии составляет 40%. Гиперхолестеринемия. Каждый второй взрослый человек имеет повышенный уровень холестерина. Общий холестерин больше, чем 5 мл. Далее, нарушение питания 45%, малоподвижный образ жизни 50%, ожирение избыточной массы тела 40%, гиперглистеринемия 28%, низкий уровень хорошего холестерина 20%, метаболизм синдром, я думаю, что вам это известно, 25%. И высокий риск развития осложнений. Каждый третий горожанин, мужчина, женщина, имеет высокий риск развития осложнений в виде смертности, фатальных случаев, ближайших 10 лет. Каждый третий. Вот вам, пожалуйста, откуда, собственно говоря, ноги растут. Пожалуйста, почему у нас такая высокая смертность, почему у нас такая высокая заболеваемость. Да хоть в каждом городе тысячи сосудистых центров открывайте. Открывайте онкологические центры, высокотехнологические методы помощи. Все это только влияет на лечение. Пока что есть у нас такие факторы риска, всегда будем генерировать новые заболеваемости, новые случаи. Поэтому вот где мы должны, собственно говоря, работать, уважаемые коллеги. Теперь основное. Факторы риска, которые мы традиционно считаем своими сердечными сосудистами, даже ревностные отношения, что только наши, никто не имеет права этим заниматься. Курение, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, недостаток физической активности, ожирение, повышенный уровень натурального давления, сахар повышенный и повышенный уровень холестерина в крови. Казалось бы, да, априори мы знаем, что это факторы риска среди сосудистых заболеваний. Везде плюсики стоят. Сахарный диабет, то же самое, за исключением алкоголя, хотя это спорный вопрос, потому что алкоголизм тоже способствует развитию, через другие механизмы развития диабета. Онкологическое заболевание, видите, кроме артериальной гипертонии, все факторы риска способствуют развитию онкологического заболевания. То же самое, может быть, умеренно можем говорить про респирториальное заболевание. Общие факторы риска, собственно говоря, могут способствовать развитию коморбидности сочетанной патологии. Итак, уважаемые коллеги, позвольте себе из ПАБМЕДА самые свежие данные. Буквально вчера, перед, как говорится, выездом, я подготовил из ПАБМЕДА вот это данное. Четыре слайда, посмотрите, что здесь есть. Коморбидность за последние 10 лет. Смотрите, по сравнению с 2000 годом, за 10 лет увеличилась коморбидность у больных с сердечной недостаточностью, периферическим атеросклерозом, ищемизм, боевым сердцем, серебро-васкулярным заболеванием. И, обращаю ваше внимание, среди несердечно-осудистых заболеваний наибольшее место занимает именно онкологическое заболевание. За это время у 5% мужчин, у 4% женщин именно увеличилась коморбидность с онкологическими заболеваниями за 10 лет. Это очень важно, очень страшно, на самом деле, статистика. Это данные зарубежные. Дальше. Распространенность кардиоваскулярных заболеваний у больных различными онкологическими заболеваниями. Мы с вами видим заболевания крови, рак легких, рак молочной железы, ректальный рак, рак почек, рак головного мозга. Видите, какая распространенность среди несердечно-осудистых заболеваний. Наибольшее место занимает рак легких, дальше рак почек, дальше у нас идет заболевание крови, онкологическое заболевание, рак головного мозга. Вот, собственно говоря, в структуре этих заболеваний коморбидность среди несердечно-осудистых заболеваний довольно высокое, то есть 30-35%. Актуально? Безусловно актуально. Это каждый третий ваш пациент, вне зависимости от какого отделения находится этот пациент, будь то это гастроэнтерология, будь то это отделение головного мозга или там мология и тому подобное. Везде будут, каждый третий пациент в среднем будет иметь сердечно-сосудистые заболевания. То есть я думаю, что пора расширить штат кардиологов и других специалистов в сосудистых в этих онкологических центрах, потому что дальше будет хуже. Дальше эта тенденция будет увеличиваться. Итак, уважаемые коллеги, кардиоваскулярные факторы риска. Давайте мы с вами посмотрим. Вот большая такая когорта больных раком молочной железы. Простаты матки калорио-ректарного рака через 4-14 лет после постановки диагноза определили факторы риска. Курение, индекс массы тела, малоподвижный образ жизни, гиперхолестериномия, гипертония, сахарный диабет. По сравнению с обычной популяцией без онкологических заболеваний идентичного возраста. Возраст имеет большое значение. Когда мы проводим сравнение, если возраст не подходит, значит сравнение недействительное. Почему? Потому что возраст является важным фактором риска развития всех заболеваний. Идентично сравнивали, и получается так, что у больных, имеющих онкологические эти заболевания, 62% больше избыточного массы тела ожирения, 55% гипертонии больше, каждый пятый имеет сахарный диабет, 18% малоподвижного образа жизни ведет, и 5% больше курит, чем обычная популяция. Вот, собственно говоря, ответ на этот вопрос. И дальше мы с вами смотрим. Все же вопрос возникает, где же они пересекаются? Таких исследований очень мало, потому что я благодарен теории кардиотоксичности онкологических препаратов. Именно эта теория дала стимуляции, стимул для развития направления кардиоонкологии. Но сейчас ограничиться только изучением кардиотоксичности это очень мало, это недостаточно. Почему? Потому что есть глобальные темы, есть глобальные факты. Два заболевания имеют сочетание, я вам показал данные доказательные медицины. Итак, в чем здесь может быть общность? Их объединяет, на сегодняшний день есть такая теория, их объединяет именно хроническое воспаление. Напоминаю вам, что развитие атеросклероза есть три механизма. Дисфункция эндотелия, хроническое воспаление и окислительный стресс. Так, я более чем уверен, что онкологических заболеваний я это специально не изучал, хроническое воспаление тоже имеет значение. Вот именно хроническое воспаление может быть объединяющим фактором, а в дальнейшем будут выявляться еще другие новые механизмы. Но сейчас на сегодняшний день есть все же такая теория. То есть можем начинать с этого. Теперь, уважаемые коллеги, стратегии профилактики целых социальных значимых заболеваний. Есть три категории. Популяционная стратегия, воздействие на факторы риска на уровне нации, города, региона. Без этого мы тенденции смертности не можем снизить. Это однозначно. Еще раз говорю, что работа, хорошая работа отдельно взятой больницы недостаточно. Отдельно взятой поликлиники недостаточно. Вчера президент говорил о первичной звене здравоохранения. Почему? Потому что масса, большая доля пациентов именно обращается о первичной здравоохранения, и там есть очень большие проблемы. Это действительно так. Стратегия высокого риска. Мы знаем, что у пациента есть предположение ко всем этим заболеваниям. Дальше уже преступление не заметить этого пациента, не наблюдать этого пациента. Почему? Потому что через 5 лет у него будет и онкологическое заболевание, и другие социально значимые заболевания. И, конечно, вторичная профилактика. То есть мы уже знаем, что у пациента есть заболевание, проводим какое-то лечение, но риск рецидива очень высокий. Поэтому здесь уже другой подход. Но, опять же, вторичная профилактика среди всех этих стратегий самая дорогая. Почему? Потому что если есть заболевание, здесь увеличивается себестоимость всех расходов. Да? Это высокотехнологичные методы помощи, это химиотерапия, это лучевая терапия, все виды терапии. Это очень дорого. Мы с вами прекрасно знаем, пока что государство каким-то образом, правда, импортозамещением дают там лекарства отечественные, там где-то ограничивают. Может быть, в Санкт-Петербурге, в Москве ситуация хорошая, но в регионах, я был, вот, по реализации федеральной программы на Северном Кавказе, в других регионах, там, конечно, ситуация не очень, так бы, скажем, такая хорошая, как в Санкт-Петербурге, в Москве. Поэтому вот есть, как бы, средств не хватит в эпоху кризиса. Итак, уважаемые коллеги, почему мы должны проводить диспансеризацию? Почему эта концепция очень важна? Потому что, вот, в ходе диспансеризации выявляемость социально значимых заболеваний разу увеличилась. Среди сосудов заболеваний три раза, хоблы два раза, эндокринное заболевание пять раз, сахарный диабет три раза, онкологическое заболевание семь раз. Видите, если диспансеризацию проводить так, как должно быть, а не как приписками заниматься, что, потому что участковый врач, он загружен по полной программе, а ему еще навязали дополнительную диспансеризацию, он вынужден, участковый врач вынужден делать так, чтобы и прием вести, и, соответственно, диспансеризацией заниматься. Если все будет правильно, диспансеризация является хорошим методом для выявления ранних стадий всех социально значимых заболеваний, в первую очередь онкологических заболеваний. Видите, наибольшая вероятность выявления именно онкологического заболевания. Другие заболевания по сравнению с онкологией где-то получается в два раза меньше. Итак, уважаемые коллеги, можем ли воздействие на популяцию получит какие-то результаты. Ваши северные соседи, я знаю, что Санкт-Петербург очень любит Финляндию, они вас любят, вы их любите, взаимную любовь, мы тоже иногда к ним ездим из Москвы. Ну вот я у них был в семинарах, там есть замечательный такой профессор Пекка Пуска, который был очень долгое время президентом Всемирной Федерации Сердца, он время от времени раньше проводил семинары под гиды ВОЗа. И, собственно говоря, я в одних семинарах участвовал. Значит, Северная Карелия является, в целом, Финляндия является одним из тех стран, где очень высокая была смертность от сердца, от суток заболевания. То есть, у них была такая же высокая смертность, как в Советском Союзе в 70-х годах. Но страна маленькая, дисциплинированная, они решили на государственном уровне воздействовать на эту ситуацию. Итак, называется проект Северная Карелия. Медицинское знание, теория социальных проведенческих программ, серьезная практическая работа, изменения на популяционном уровне. Значит, что это ребята сделали? Разработали стратегию, работали в школах, детских садиках, заводах, предприятиях, везде, где можно работать с популяцией. Волонтеры бесплатно, телевидение, газеты, радио, везде, где можно агитировать. 30 лет на уровне государства велась очень хорошая работа. Смотрите, собственно говоря, использование животных жиров, поскольку это северная популяция, они животных жиров применяют больше, потому что холодно, энергии требуются. Они просто снизили использование животных жиров от 70% до 10%. Они снизили, уровень общего холестерина снизился от 7, среднего показания, до 5,5 миллимон на литр. Это в результате изменения образа жизни. Употребление пищевой соли ежедневно они употребляли 16 грамм в день. В результате воздействия получается где-то 2,5 раза они снизили. К чему это способствовало? Способствовало снижение систолического артериального давления порядка на 10-12 пунктов. В целом, я хочу вам показать замечательную картину. Смотрите, изменение образа жизни на национальном уровне, чему способствовало. Все причины снизили за 30 лет на 62%, сердечно-сосудозаболевание на 79%, ищемительные болезни на 85%, рак в целом на 65%, рак легких 80%. Хорошие показатели? То есть маленькая страна Финляндия на весь мир показала, что если на уровне государства действительно применять хорошую концепцию, эта концепция если будет работать, а не для того, чтобы показывать перед кем-то, что мы что-то для галочки делаем. Для этого нужно любить свою нацию, свой народ и действительно заниматься действительно профилактикой. Очень серьезно. Мы когда были в семинарах, нас ввели в детский садик, как они обучают детей, потому что все начинается с детского садика. Я вам элементарную вещь скажу, я родом из Баку, и моя бабушка, я время от времени к ней ездил в деревню, они видели этот, ну так же как Санкт-Петербург, они тоже видели холод, голод, и вот хлеб у них особо такого важного отношения. Она мне всегда переучила именно побольше есть хлеба. Меньше еды, мяса, больше хлеба, потому что хлеба тогда не хватало. И вы знаете, 33 года я живу в Москве, я 16 лет уехал, поступил в Москву в медицинский университет, и только 10 лет тому назад я мог победить себя прекратить есть хлеб. Потому что это воспитание у меня с детства 6 лет не пребывали, мне бабушка хвалила всегда, всем пример показывал, что вот смотрите, мехман какой молодец, маленькая тарелка еды, там чуть ли там буханку хлеба не съел. Понимаете, все начинается с детского возраста, то что формируется в детском возрасте, это невозможно отвлекать очень тяжело, поэтому это имеет очень большое значение. Итак, мои последние слайды, я, наверное, перебрал. Почему, собственно говоря, мы здесь находимся? Совместно с Институтом онкологии именно Герцена, передовой институт и наш институт проводят исследование, в прошлом году мы заключили договор о факторе риска коморбидности клинической характеристики больных ищемистом и больного сердца и онкологических заболеваний. Изучит общие факторы риска развития у мужчин ищемистом из больного сердца, рака легких, рака поджинутой железы, а также клиническая особенность таких больных. Здесь задача вся представлена, не хочу их зачитать, можно фотографировать, да. Ну, различные аспекты мы здесь изучаем, что я регламент нарушаю. Когорта. У нас три категории будет больных для того, чтобы выявить общий фактор риска. В одной группе будет только онкологическое заболевание, в другой группе будет только больные ищем из больного сердца, а третья группа, главная группа, это пациенты, которые имеют и БС и онкологическое заболевание. И будем смотреть очень простой очень простой протокол. Будем смотреть, где, какие факторы риска есть. Например, и вот методом анализа тогда определим, если в этой когорте группа больных, имеющая сочетательную патологию, имеется больше факторов риска, значит, соответственно, это нам позволяет что делать? Нам позволяет проводить, разработать стратегию профилактики. То есть, когда мы проводим профилактику, у нас должно быть собственное исследование. они не американское, не европейское. Каждая популяция имеет свои особенности. Какие у нас здесь методы? Самые простые. Это анкетирование. Ну, слава богу, наши институты этим занимаются, эпидемиологией, поэтому у нас анкетирование очень хорошо разработано. Качество жизни будем по европейским стандартам. Антропометрические показатели, измерение давления, кардиограмма, их кардиография, суточный монитор, велосипедная нагрузка. В общем, то, что может Вера Исаакована сделать, как говорится, института Герцена. Лабораторные анализы. Здесь липиды, фибриноген, АЧТВ, биохимические показатели, уровень сероактивного белка, уровень тропонина и какие-то анкомаркеры, опять же, то, что можно делать, потому что это исследование не финансируется. Хотя, если мы были в Америке, в Европе, это исследование финансировалось бы. Советская наука, российская наука отличаются тем, что мы занимаемся энтузиазмом. То есть мы отрабатываем, собственно говоря, свою зарплату такую, скажем, скромную и энтузиазмом делаем науку. А на энтузиазм науку делать, серьезную науку делать невозможно. Поэтому, потому мы некоторым образом отстаем от американцев и вынуждены всегда их цитировать. Я всегда злостью их цитирую, потому что знаю, что мой потенциал не хуже, но у них больше финансирования. Итак, практическая значимость проекта. Выявление особенностей клинической организации мисс Боинсердца, коморбидности с онкологической патологией. Можно применить в алгоритме диагностики лечения пациентов с таким коморбидным состоянием. Определение факторов риска коморбидности позволит проводить ранний скрининг онкологических заболеваний у пациентов ИБС, в том числе с семейным онкологическим анамнезом. И вот расходы на здравоохранение за охоту крут. У нас здравоохранение очень красивая структура. На осложнение выделяем охотно деньги, на профилактику не выделяем деньги. То есть на покупку инсулинотерапии да, у нас деньги есть. 20% у нас денег в системе здравоохранения уходит на покупку инсулинотерапии. А вот профилактика занимается, чтобы этой инсулинотерапии не было. И у нас нет отечественной инсулины. Мы покупаем зарубежные. 20% каждые пятые рубль наши системные расходы в здравоохранении уходят на инсулинотерапию. Поэтому профилактика это основа будущего того, что мы должны делать. Ну поскольку я нахожусь в Санкт-Петербурге, Вот это его слова про замечательный год Питера. Красуйся, град Петров, и стой, неколебима, как Россия, то умирится же с тобой и побежденная стихия. Враждую плен старинный свой, пусть волны финские забудут, и тщетно злобно не будет, тревожит вечный сон Петра. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...